МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перинатальный центр Якутска открыт. В церемонии принял участие полпред Юрий Трутнев. Штрафов на 53 миллиона рублей выписали с начала года в Якутии. Нарушения водителей выявили с помощью фото-видео фиксации. Расскажем, как защитить четвероногих от болезни, о каких прививках, помимо бешенства, должны помнить хозяева. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. В Якутске торжественно открыли перинатальный центр. В церемонии приняли участие руководители региона Егор Борисов, вице-премьер правительства страны, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Благодаря вводу в эксплуатацию республиканского перинатального центра будет продолжено снижение младенческой и материнской смертности в Якутии. В разы увеличится выживаемость детей с низкой массой тела, с угрожающими жизнезаболеваниями. Уменьшится процент инвалидности среди недоношенных младенцев, отметили в региональном Минздраве. Напомним, 12 марта в центре уже родился первый малыш. Такие учреждения по распоряжению президента России должны быть построены в 30 регионах страны. В Якутске прошло совещание по социально-экономическому развитию. В мероприятии принял участие полпред Юрий Трутнев, а также члены правительства. На месте работает Оксана Устинова. Оксана, расскажи о главных темах. Юлия, добрый день. На совещании с участием полпреда в Якутии обсудили два вопроса. Первый – это социальное развитие по точкам развития. В Якутии пока утверждены 7 проектов. Это строительство школы номер 35 в городе Якутске, гимназия в Хандыге, строительство детской поликлиники и реконструкция объектов ЖКХ в Нервере, а также многофункциональный зал в Среднеколымске. В ходе совещания глава Якутии попросил включить в этот список еще два новых объекта. Это строительство кардиологического и онкоцентра. В свою очередь, полпред в течение месяца поручил подготовить соглашение СМИ «Востокразвитие». А что говорили о создании новых поселений по заявкам Дальневосточного гектара? Да, также стороны обсудили создание новых населенных пунктов по Дальневосточному гектару. В пяти районах уже заключены договоры. Больше всего это в селе Текстюр – 186 и в Нижнем Бестяхе – 115. Стоит отметить, что поданы заявки в селах Булун и Антоновка. Юрий Труднев поручил помочь каждому, кто хочет заселиться в поселениях. И при этом по оформлению и созданию инфраструктуры будут наиболее упрощенные механизмы. Юля. Спасибо, Оксана. Я напомню, с нами на прямой связи была Оксана Устинова. А мы продолжаем выпуск. Штрафов на сумму более 53 миллионов рублей выписано с начала года в Якутии с помощью фото-видео фиксации нарушений. Камеры повышают дисциплинированность и ответственность водителей. За 2017 год в местах их установки не было погибших и раненых, проинформировал руководитель отдела Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Владислав Романов. По его словам, в республике 85% ДТП происходит по вине водителей. С начала этого года с помощью комплекса фото-видео фиксации сотрудники ГИБДД выписали свыше 70 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Ленчанка Наталья Умярова еще осенью была безработной, а теперь она открывает свой кафе русской кухни. Помог ей в этом центр занятости населения, выделяющий субсидии начинающим предпринимателям. В этом году первую субсидию получила и Наталья. Сегодня она арендовала небольшое помещение, провела весь необходимый ремонт. Теперь предстоит установка оборудования, часть которого была приобретена за счет субсидии, выданной центром занятости. Как бы проект бизнес-план есть, вот мы ей перечистили, но ей нужно кое-что там оборудование подкупить еще. И она хочет оформить сам зал в стиле русской. То есть и шторы, и скатерти, допустим, на столах, те же даже тарелки, там, ну, будем приборы. То же самое, все это должно быть. И она планирует, ну, в общем, так, чтобы там было и вкусно, и больше, значит, блюд русской кухни. Якутск готовится выбрать новую площадь или городской парк. Напомним, 18 марта жители пяти городов региона смогут проголосовать за лучшие проекты формирования комфортной городской среды. Пункты для проведения голосования для удобства граждан организуют в участковых избирательных комиссиях во время выборов. Президента России продолжит Кристина Якупова. Весь прошлый месяц в Якутске отбирали лучшие проекты для благоустройства. Предложения горожан попадут в итоговый список для голосования. Скверы, парки, зоны отдыха. Всего восемь проектов. 2016 год. Сносят аварийный дом на Курашова. Один из последних ветхих домов города. Сегодня здесь предлагают разбить сквер труженикам тыла и организовать большую автомобильную парковку. Не важно какой, но сквер должен быть. Конечно же сквер. Конечно, парковка – это очень важное дело для любого автолюбителя. Но я считаю, что в нашем городе лучше обустраивать при этом открытии скверов, каких-то парков и так далее. Сквер-то нужен для того, чтобы можно было поставить скамейки и, скажем, люди почти на возрасте могли бы посидеть, отдохнуть. В нашем городе мало достопримечательностей, я думаю. И это еще центр города, поэтому я думаю, что было бы хорошо. Еще один проект – площадь ворота Якутска. Территория выбрана недалеко от аэропорта. Пока местность не благоустроена. Но по замыслу авторов идеи она должна стать одной из главных площадей столицы региона. Площадь идея хорошая. Ну, я думаю, конечно, лучше была бы площадь, чем в таком состоянии пока. И побольше бы самолетов поставили исторически, которые здесь эксплуатировались ранее. На площади планируют обустроить парковку – универсальные площадки для любителей активного отдыха. Но это лишь в том случае, если жители города проголосуют именно за этот проект 18 марта. Последнее слово остается за горожанами. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. К другим темам. Как защитить четвероногих друзей от болезней? О каких прививках, помимо бешенства, должны помнить хозяева? Рассказывает Татьяна Вахнина. Бастет ждет не дождется, когда наступит лето. Солнышко и травку Бася очень любит. А риск возможных заболеваний к нулю сведет вакцинация. Когда заболевает четвероногий друг, хозяева готовы сделать все, чтобы любимец поправился. При должном внимании к профилактике многих проблем можно избежать. Если это кошки, то это панликопения, калицевироз, лишай. Если это собаки, то это чума, деновирус, парвовирус, коронавирус, лептоспироз. Большинство прививок хозяева ставят питомцам по усмотрению. Вакцина против бешенства является обязательной, если животное готовится к вывозу. Прививка ставится заблаговременно. Управление ветеринарии дает разрешение на выезд спустя 30 дней. В этот период четвероногая находится на карантине. Здоровье, конечно, для выезда нужно. Ну и вообще для безопасности и благополучия района в целом. Обязательному вакцинированию против бешенства подлежат сельскохозяйственные животные. В плановом порядке профилактику получают собаки и кошки, проживающие в приютах. Просветительскую работу ветеринарные врачи ведут с охотниками и рыболовами. Дикая фауна болеет. Мы не можем это все проследить. Лисы, волки. Ну то есть подвержены этому заболеванию практически все животные. Бешенство, неизбежно приводящее к гибели четвероногого, крайне опасно и для человека. Вирус содержится в слюне и распространяется путем прямого контакта. Переносчиками являются как дикие, так и домашние животные. Вакцинация проводится бесплатно. Весной и осенью мы выезжаем по поселкам, делаем объявления. То есть вакцина получается бесплатная, антирабическая. То есть перевиваем кошек, собак. То есть охватываем полностью все поселки. В Алданском районе последний случай бешенства был зарегистрирован в 1997 году. Самосознание человеческое – один из главных факторов, позволяющих сохранить благополучие эпидемиологической ситуации. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. К новостям спорта. Василий Егоров проиграл в бою за выход в финал представительного международного турнира в Польше памяти Феликса Штамма, филиппинцу Ян Кларку Баутисте. Тем самым якутианин завершил выступление в соревновании с бронзовой медалью. Бой завершился со счетом 4-1 в пользу финалиста игр Юго-Восточной Азии. Ранее наш боксер выиграл две встречи у местного бойца и участник Олимпийских игр из Германии, призера Европейских игр. Напомним, этим соревнованием дали старт заслуженного мастера спорта Василия Егорова первыми на международном ринге в новом весе до 52 килограммов. Достаточно новый вид спорта для якутян набирает обороты. В училище Олимпийского резерва проходит первенство республики на призы первого мастера спорта СССР по классической борьбе Дмитрия Максимова. На ковре в двух возрастных категориях борются 77 спортсменов из 18 районов. С нашими ребятами уже второй год работает чемпион мира по греко-римской борьбе Рустам Аджи из Украины. Также на базе училища через месяц откроется еще один борцовский зал, построенный специально для тренировок по греко-римской борьбе. А финалы на призы Дмитрия Максимова пройдут завтра. Для греко-римской борьбы нельзя, вообще любые движения за ноги запрещены. У нас борьба больше на руках. Из-за этого физическая подготовка очень важна для греко-римской. Должна быть спина сильная, руки, плечи и так далее. Так что этот вид спорта, я думаю, что через 3-4 года обязательно ребята будут показывать достойный хороший результат. Конечно, мы начинаем с младших юношей, но для того, чтобы показывать результат, еще очень предстоит много поездок, сборов. Республиканский турнир по хоккею «Золотая шайба» выявил победителя. В финальном матче сошлись команды «Полярные волки-2008» и «Шахтер» из Нерингри. Нергияна Егорова расскажет подробности острой и напряженной встрече. Сегодня на льду и на трибунах дворца Лейбатур было жарко. Финальный матч выдался острым, напряженным. Если у «Полярных волков» из Якутска игра в пас шла хорошо, то у «Шахтеров» из Нерингри не все складывалось как надо. Переломный момент матча наступил во втором периоде. Хоккеисты выходили на лед со счетом 1-1. По ходу игры больше шайб забили «Полярные волки». В конце периода на табло горели 5-1. Мы болеем за «Полярные волки» 2008 года, потому что там выступает сын моей подруги лучшей школьной. Волки супер, волки класс, кто не верит, там облазь. Я болею за свою команду «Шахтер». Игра идет, пока не в нашу пользу. Итог встречи – разгромные 6-1. «Полярные волки» проявили боевой дух и волю к победе. Это очень тяжело, мы все плотные. Мы счастливы, что мы первое место. У нас такой игры никогда не было с «Шахтером». Мы все время им проигрывали, но тут мы выиграли. Мы тренировались хорошо и сделали, наконец выиграли золото. В турнире схлестнулись 6 команд. Три из Якутска, Алмаз Алроса из Мирного, шахтер из Нерингри, Энергия из поселка Серебряный Бор. Соревнования прошли по круговой системе. В этом году мы сыграли гораздо лучше, чем в прошлом году. В прошлом году мы вообще ничего не выиграли. А тут две игры выиграли. В принципе, команды были, которые мы выиграли нашего уровня. А с ребятами, которые были постарше, наши люди пошли посложнее играть. Скоростей нашим пацанам не хватает немножко. Немножко головы не хватает, чтобы где-то кого-то обыграть. А так мы довольны результатом. Не последние. Матчи некоторые получались очень захватывающие. Шайба в шайбу. Бились до последней минуты. И некоторые матчи решались прямо на последних, можно сказать, секундах. Исход результата, который, соответственно, и повлиял на турнирную таблицу. По итогам турнира «Золотая шайба» чемпионами стали «Полярные волки-2008». На втором месте расположился Нерингринский «Шахтер». Замыкают тройку лидеров «Полярные волки-2009». Нюргияна Егорова, Павел Пахомов, НВК «Саха», Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok